Беинг институт щания Аглея небольшой, большой продолжительности полета, на малой высоте беспилотный летательный аппарат, БЛА, построенный институт, дочерняя компания Беинг, и используется для разведки. Щания Аглея был разработан институт на основе институт Сэщен, коммерческого БПЛА, предназначенного для обнаружения рыбы. Щания Аглея продолжает улучшаться за счет обновлений и изменений. Дизайн и разработка щания Аглея является потомком другого БПЛА институт, институт Сэщен, который был задуман как удаленный датчик для сбора данных о погоде, а также помощи коммерческим рыбакам в поиске и отслеживании косяков тунца. Щания Аглея возникла в результате стратегического альянса между Беинг и Институт. Получившаяся в результате технология оказалась успешной в качестве портативной беспилотной воздушной системы. БАС, для автономного наблюдения на поле боя, была развернута с августа 2004 года во время войны в Ираке. Щания Аглея несет стабилизированную электрооптическую УИИ, или инфракрасную камеру на легкой инерциальной стабилизированной турельной системе и интегрированную систему связи, имеющую дальность действия более 62 миль, 100 км. Он имеет продолжительность полета более 20 часов. Щания Аглея имеет размах крыльев 10,2 фута, 3,1 метра, длину 4,5 фута, 1,4 метра, и массу 44 фунта, 20 кг, 4, и может развивать скорость до 80 узлов, 92 миль в час, 150 км. Че. Че, со средней крейсерской скоростью 48 узлов, 55 миль, Че, 89 км, Че. Четыре. Самолет блока Дэй имел камеру с более высоким разрешением, специально разработанный транспондер режима С и новую видеосистему. Самолет Блачг-Дэ, летящий на испытательном полигоне Бэйинг в Бордмане, штат Орегон, установил рекорд выносливости в 22 часа 8 минут. Щания Аглея не требует аэродрома для развертывания. Вместо этого он запускается с помощью пневматической пусковой установки, запатентованный институт, известный как пусковая установка Супер Уитге. Он извлекается с помощью системы поиска скок, в которой крюк на конце крыла используется для захвата веревки, подвешенный на 6 длиной 30-50 футов, 9,1-15,2 метра. Это стало возможным благодаря высококачественному дифференциальному ГПС. Агрегаты устанавливаются сверху на опору и БПЛА. Трос прикреплен к шнуру амортизатора, чтобы уменьшить нагрузку на планер, вызываемую резкой остановкой. Нафтеч КПС работал с производителем системы ГПС-приемника, чтобы система могла работать в различных средах, расширяя возможности БПЛА для различных типов миссий регионов мира. Система ГПС-приемника Нафтеч ГПС, разработанная для Щания Аглея, используется до сих пор. 6. Каждая система Щания Аглея встает 3,2 миллиона долларов в США, 2006 граммов. 3. Полная система включает 4 летательных аппарата ИЛЕВ, наземную станцию управления, удаленный видеотерминал, систему запуска Супер УИДГ и систему восстановления СКО. Улучшение 18 марта 2008 года АБИИИМКС ИМСАР и ИНСИТУ успешно провели летные испытания Щания Аглея с установленным на борту радаром ИМСАР-НОНОСАРА. ИМСАР-НОНОСАР, самый маленький в мире радар с синтезированной апертурой, весит 3,5 фунта, 1,6 килограмма, 7, и имеет объем 100 кубических дюймов, 1,6 л. Он предназначен для получения высококачественных изображений Земли в реальном времени при неблагоприятных погодных условиях или других препятствиях на поле боя. В 2009 году ИНСИТУ анонсировала НИКТИ АГЛЕ, модифицированные ЩАНИ АГЛЕ-облачки с инфракрасной камерой для работы в ночное время. В августе 2010 года компания БАИНК объявила о планах управления ЩАНИ АГЛЕС со станцией управления на самолетах системы Дролой Е3 и Айна В-22. В июле 2011 года команда из двух ЩАНИ АГЛЕС и еще одного БПЛА объединилась для автономного поиска и навигации в горной местности. ИНСИТУ представила улучшенный вариант ЩАНИ АГЛЕ-2 в октябре 2014 года, который имеет новый специально разработанный двигатель на тяжелом топливе для повышения надежности, который увеличивает электрическую мощность, но снижает срок службы до 16 часов. Он также имеет больший нос для одновременного размещения дневных и ночных датчиков, увеличенную полезную нагрузку и более тяжелый пустой и максимальный взлетный вес, размах крыльев, практический потолок, а также крейсерская максимальная скорость остаются прежними. Другие обновления включают полностью цифровую видеосистему, улучшенную систему навигации, этернеточка на основе архитектуры и уменьшенных электронных магнитных помех, ЭМИ, а также новая наземная станция управления при использовании той же пусковой установки и системы восстановления СКО. Чайни Аглия-2 был создан для удовлетворения растущего рынка коммерческих БПЛА, и в 2015 году начнут поступать заказы либо на новые, либо в качестве модернизации существующих самолетов Чайни Аглия. В 2014 году Инситу приступила к разработке Флэйн Клаун Чантри Чавера Систем, Фларис, системы, предназначенной для запуска и восстановления Чайни Аглия без необходимости транспортировки и сборки пусковой катапульты и подъемного крана. Он состоит из второго БПЛА с квадрокоптером, который вертикально несет Чайни Аглия и запускает его в полет. Для восстановления квадрокоптер парит, волоча за собой кабель, который он захватывает, как если бы это был кабель от крана СКО. Фларис объединяет в себе преимущества вертикального взлета и посадки в ограниченных пространствах, а также устранение рельсов и кранового оборудования с летной эффективностью корпуса с неподвижным крылом. Демонстрации системы проходили с конца 2014 до середины 2015 года, а производство с низкой производительностью запланировано на конец 2016 года. В ноябре 2015 года Королевский военно-морской флот Австралии Щайни Аглия испытал оптическую систему обнаружения видар компании Sentient Vision Systems, превратив БПЛА в средство морского наблюдения, БАМС, способное охватить в 80 раз большую площадь за один вылет. Чем это возможно с стандартной камерой? Автономная система видар состоит из цифровых видеокамер высокого разрешения и программного обеспечения, которые анализируют подачу изображения и автономно обнаруживают, отслеживают и фотографируют каждый контакт с панорамированием на 180 градусов. Его можно встроить в Щайни Аглия в виде двух частей фюзеляжа, впереди и позади крыла, без ущерба для характеристик. Видар может покрывать площадь более 13 тысяч квадратных морских миль, 17 тысяч квадратных миль, 45 тысяч километров в два, за 12-часовую миссию и обнаружил малые и большие надводные, воздушные и даже подводные цели во время демонстрации. Сообщается, что Щайни Аглия-3 не содержит этар, что означает, что он может продаваться без лицензии правительства США на экспорт оружия. Щайни Аглия поступил на вооружение ВМС США в 2005 году. Помимо вооруженных сил США, австралийская армия также использует БПЛА Щайни Аглия, а правительство Канады также арендовало Щайни Аглия. На 15 и 16 октября 2008 года, Национальное управление океанических атмосферных исследований, НААЭ, провело три успешных испытательных полетов на Щайни Аглия, запуская его от рыболовства и океанографического исследовательского судна НААС Ащар Дейсон, Р-224, в Пьюджет, Саунд, Вашингтон, пролетев удаленно с корабля и поднял его обратно на борт. В 2009 году океанографическое исследовательское судно НААЭ НААС МЧАР ТУР-2, Р-330, начало использовать сканер Щайни Аглия, принадлежащий Университету Аляски, для мониторинга распространения популяции тюленей в Беринговом море. В апреле 2009 года Щайни Аглия, запущенный ВМС США, использовался во время противостояния между ВМС США и спасательной шлюпкой, контролируемой пиратами, удерживавшей капитана Ричарда Филлипса с корабля МВМ «Аэрс Калабама» в Индийском океане после неудачной попытки угона. Инситу объявила, что к июлю 2011 года Щайни Аглия налетал 500 тысяч боевых часов и совершил более 56 тысяч самолетов и лета в сентябре 2011 года. Инситу сообщила, что Щайни Аглия использовался ВМС США в операции Unifed Protector во время Ливийской революции 2011 года. БПЛА был запущен и восстановлен эсминцем Усмаран, ДДГ-72, для обеспечения видеосъемки в течение трех дней с обнаружением представляющих интерес контактов, которые никто не мог найти, которые были переданы на корабль, а затем в командный центр НАТО. С помощью системы безопасного видеоинъекции. В конце мая 2013 года береговая охрана США использовала Щайни Аглия для изъятия более 1000 фунтов, 450 килограммов, кокаин из быстроходного катера в восточной части Тихого океана. Щайни Аглия было развертывается и выключение у Щкчбертолф, WMSL-750, во время демонстрации с целью оценку использования в береговой охране. Самолет был в состоянии поддерживать визуальное наблюдение за лодкой, пока катер не перехватил судно, что стало первым случаем, когда БПЛА, развернутый с катера береговой охраны, участвовал в борьбе с наркотиками. Испытания в мае длились две недели, налет было выполнено 90 часов. Береговая охрана надеется начать закупку беспилотных авиационных систем к 2016 финансовому году, при этом небольшие БПЛА будут развернуты с помощью катера национальной безопасности. ТОЧКА ФЛОТ К Следующему Году Долгосрочные цели заключаются в использовании беспилотных систем для пополнения своего пилотируемого флота, в то время как БПЛА на катерах для патрулирования в открытом море и заменят катера средней продолжительности. 26 июля 2013 года «Щанья Аглия» стал одним из первых беспилотных летательных аппаратов, получивших сертификат Федерального управления гражданской авиации для полетов в воздушном пространстве США в коммерческих целях. «Щанья Аглия» отправит на Аляску с корабля для Чоначопа или в поиск айсбергов и по счет китов, защита буровых платформ и соблюдение экологических требований. «Щанья Аглия» может безопасно выполнять наблюдательные миссии в опасных арктических районах, что безопаснее, дешевле и экологичнее, чем использование пилотируемых самолетов. Коммерческая сертификация стала результатом предыдущей военной сертификации и санкционированного Конгрессом открытия воздушного пространства над большей частью Аляски для небольших БПЛа. Только четыре «Щанья Аглия» были сертифицированы с соблюдением строгих требований, только один самолет этого типа может летать в воздухе одновременно. Они не могут летать в облаках или в условиях обледенения, а также не могут взлетать или приземляться при определенных порывах и ветре. В сертификатах не упоминается контроль прямой видимости. 12 сентября 2013 года «Щанья Аглия» Счона Чополипс выполнил свой первый полет с исследовательского судна и пролетел 36 минут. Во втором полете у самолета отказал двигатель. Он прервал полет и приземлился в воде, как и было запрограммировано. Катер обнаружил сбитый «Щанья Аглия». В июле 2016 года «Исианья» сообщила, что фрегаты Королевского флота перестанут эксплуатировать «Щанья Аглия» к ноябрю 2017 года. Скорее всего, он будет заменен неизвестным БПЛА, выбранным в ходе учений Королевского флота беспилотный воин в 2016 году. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.